МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Тимур Зливко и вы смотрите программу «Свой патруль. Хроника происшествий». Сегодня в выпуске. Серьезный пожар. В горевшем на улице Нагорной жилом доме погибла женщина. Число лесных пожаров в Тындинском и Зейском районах снижается, но ситуация по-прежнему сложная. На станции Сковородино сошли с рельсов три грузовых вагона. Движение на участке уже восстановлено. Во время пожара в двухэтажном деревянном доме по улице Нагорной в Благовещенске погибла 38-летняя женщина. Горели квартиры на втором этаже первого подъезда. Эвакуировать жильцов не пришлось, и они самостоятельно покинули дом до приезда огнеборцев. После того, как пожар потушили, до 9 вечера велась проливка здания, так как дом деревянный, и это сохраняло опасность повторного возгорания. Погибшая женщина родилась в 1976 году. По неофициальной информации, сын забрал ее недавно из психоневрологического диспансера, в связи с тем, что мать пыталась совершить суицид. Оказавшись дома, она грозилась поджечь себя, рассказывают соседи. Скорее всего, женщина все-таки привела свою угрозу в исполнение, в итоге стала виновницей пожара и погибла сама. На месте происшествия работали лично мэр Благовещенского Валентина Калита, а также ее зам Владимир Константинов и глава городского управления ЖКХ Сергей Казанцев. Специалисты говорят, что возникший пожар жильцы обнаружили слишком поздно. К тому моменту огонь уже вырывался из сгоревшей квартиры. Когда на место прибыли боевые расчеты, второй этаж подъезда был задымлен. Огонь уже вышел на площадку, горела кровля. В связи с задымлением внутри здания отработали два звена газодымозащитной службы. В тушении также участвовал боевой расчет пожарной команды «ДВОКО». Всего с огнем боролись 33 человека и 9 единиц техники. По факту пожара проводится расследование. Причины возгорания выясняются. Далее снова о пожарах, но уже лесных. В минувшие сутки в Амурской области зафиксировали 16 термоточек. Все они расположены в Тындинском и Зейском районах. Между тем число лесных пожаров в этих территориях снизилось. В выходные в обоих районах специалисты Владивостокского филиала Национального центра управления в кризисных ситуациях насчитали здесь аж 42 термоточки. 17 июля из-за сложной пожароопасной обстановки в Амурской области был введен режим ЧАЭС. 28 июля его сняли благодаря стабилизации обстановки. Лесные пожары потушил пронесшийся над регионом циклон. В тот период были зарегистрированы всего 2 термоточки по всей области. По результатам мониторинга Амурской авиабазы и Федерального агентства лесного хозяйства в 13 районах области установлен третий класс пожарной опасности. В частности, он действует в Селимджинском, Архаринском, Благовещенском, Бурейском, Зейском, Константиновском, Ивановском, Магдагачинском, Мазановском, Михайловском, Серышевском, Тамбовском и Шумановском районах. В семи районах – Октябрьском, Завитинском, Сковородинском, Свободненском, Белогорском, Ромненском и Тынденском установлен четвертый класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба Амурского управления МЧС. На железнодорожной станции Сковородино полностью восстановили движение поездов после схода с рельсов трех вагонов грузового поезда. Движение по девятому пути станции открыли ранним утром 1 августа в 5.59 по Амурскому времени. При этом, несмотря на ЧП, по другим путям станции движение грузовых и пассажирских поездов проходило в штатном режиме. Напомним, сход трех вагонов в хвосте грузового поезда произошел 31 июля в 16.50 по местному времени. Происшествие случилось, когда выполнялись маневровые работы. Два сошедших полувагона ехали груженные углем, еще один был крытым. Во время инцидента никто не пострадал, угрозы экологической безопасности не возникло. Причины схода пока выясняются. Ликвидировать последствия происшествия помогли восстановительные поезда станции Сковородино, Ерофей Палыч и Магдагач. На месте работал оперативный штаб. Это не первое ЧП на железной дороге в Приамуре этим летом. Так, две недели назад, 16 июля, на перегоне Архарада-Мекан с рельсов сошли три вагона грузового поезда. Причины аварии еще выясняются. Кроме того, полтора месяца назад, 18 июня, на станции Ерофей Палыч сошли с рельсов четыре вагона с углем. Тогда причиной ЧП стали нарушения технологии работ по перешивке рельсовой колеи. Ошибку допустили работники местной дистанции пути. На этом все. Смотрите выпуски нашей программы на портале ISN24.ru. И помните, что осторожность никогда не бывает излишней. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok